Времени мало остается, мы сейчас с вами начнем, в следующем блоке продолжим. Вопрос коррупции, да? Президент Путин сказал, что борьба с коррупцией это не шоу. Но, тем не менее, вот этот посыл. Мы знаем, что этот год, наверное, был самым антикоррупционным годом, потому что нас никогда еще не арестовывали губернаторов, министров в таком количестве, да? Высокопоставленных сотрудников СМВД. Как вы считаете, это указание на тренд, что это будет продолжаться в следующем году? Или это такой щелчок СМИ, что, ребят, ну дайте спектакль только из этого всего, не будем делать? С моей точки зрения СМИ нужно было послать совсем другой сигнал, что их не будут закрывать по искам сослуживцев президента, что все сообщения в СМИ о коррупции будут восприниматься как повод для открытой, официальной, гласной, немедленной проверки. Применительно к теме борьбы с коррупцией, как и ко многим другим темам, мне было прежде всего интересно прочитать не только текст послания президента, но и перечитать его прошлогоднее послание и обратиться к его самому первому посланию 2000 года. Я с удивлением обратил внимание, что темы практически не меняются. Говорится одно и то же, что год назад, что 16 лет назад. Нужно дать свободу бизнесу, освободить его от административного давления. И 16 лет назад говорилось о налоговой реформе, говорилось об образовании... Сейчас мы живем с налоговым кодексом, о чем вы говорите? Мы раз за разом обсуждаем... А сейчас, на следующий период договориться. Говорилось о свободе слова. Давайте перебью вас я и верну вам слово сразу, после того, как мы посмотрим на рейтинг доверия, потом... Возьмем тему, например, сырьевой зависимости. Она звучала и в первом послании 2000 года, она звучала и сейчас. Что в этом отношении решается? Президент назвал цифру, 7 миллиардов долларов IT идет на экспорт, 7 миллиардов долларов мировые технологические компании по капитализации, крупнейшие, давно уже обгоняют и Газпром, и Роснефть, и наши крупнейшие сырьевые компании. В десятки крупнейших IT-компаний из шесть российских, да? Да, сырьевая зависимость по-прежнему... За это время появилось шесть российских. За это время появилось, за 10 лет. И по-прежнему наш бюджет ключевым образом зависит от цен на нефть. И в этом проблема. Есть еще... Никаких прорывных предложений по этому поводу не было. По поводу прорывного. Александр Ильин, один момент, коллеги, один момент. По поводу прорывных моментов. В этом году впервые, впервые за всю историю постсоветскую, агропромышленный комплекс по экспорту обогнал военно-промышленность, чего не было никогда. А 2 миллиарда. Да, но при этом снизился по отношению к 13-му году. Что вы говорите? При этом снизился по отношению к 13-му году. Мировой кризис. Как оборонка, так и сельское хозяйство. И второе. Кризис. В прошлом послании президент говорил, что нужно особое внимание уделить малоимущим и социально незащищенным. Давайте посмотрим, что за год-то случилось. Число бедных выросло. Уровень жизни продолжает падать. Второй индексации пенсии не было, ее заменили разовой выплатой и так далее. Поэтому я бы к посланию президента относился совершенно иначе, как к инструментальному документу, который раз в год подводит итоги предыдущего года и ставит задачи не до 2025 года. Не дает невыполнимых обещаний, как в свое время нам обещали, догнать футугалию, так и не догнать. Безусловно. Она в год дает четкие указания правительству по тем задачам, которые должны быть. И говорит парламенту о том, какая работа будет с этим парламентом проводиться со стороны исполнительной власти. Потому что, последнее, чем бы я хотел завершить. Здесь говорилось о том, что было дано указание правительству подготовить предложение по экономическому росту на 2019 год и последующие годы. У нас 2,5 года длится экономический кризис. Если это поручение президент дает сейчас, чем президент и правительство занимаются 2,5 года? Это говорит об отсутствии у власти продуманной, ясной стратегии кризиса. Я буквально два слова скажу. Значит, что бы я хотел вам ответить. Есть задачи, которые, конечно же, не решишь ни за один год, ни за 10. Их ведущие страны решали очень долго. Это в том числе изменили структуры экономики. И не надо здесь черновать, но есть задачи, которые были решены. Я вас не перебивал, дайте мне договорить. Вы меня перебили 10 раз, простите. Так что, послушайте, что я вам хотел сказать. Есть задачи, которые в послании ставились. Эти задачи были реализованы. И миллионы наших сограждан стали жить лучше. Расселение из ветхого аварийного жилья. Задача ставилась. Несмотря на то, что проблема решалась очень тяжело. У нас несколько губернаторов работу потеряли из-за этого. И чиновников. На сегодняшний день миллионы наших сограждан переехали из трущоб в нормальные современные квартиры. Послушайте, я не договорил. Что касается национальных проектов. О котором говорили 10 год назад. Что-то решилось в лучшую сторону. Я вам на это отвечу, вы дослушайте. Что касается национальных проектов. Что касается национальных проектов. Смешно отрицать, да. У нас на сегодняшний день ситуация с детской смертностью сильно улучшилась. И улучшилась с рождаемостью. Построены десятки перинатальных центров по всей стране. У нас этот показатель лучше, чем в Европе. А когда начинали, был хуже. Вы дослушайте или нет? Вы знаете, коллеги, это прошло год, и мы продолжаем собирать деньги на лечение детей в интернете. А в это время, господи Миллер, Сичин и другие получают свои огромные вопросы. Да при чем здесь это? Из года в год повторяются красивые слова и целый ряд статей. Коллеги, можно я, можно я скажу. Коллеги, ну это некрасиво. Можно я скажу, уважаемые друзья, у вас, дорогие зрители. Значит, послушайте меня. Касательно того, что деньги собираются в интернете. Я вам с прискорбием скажу, что я не хочу быть Вангой, не хочу быть Оракулом, но еще долгие десятилетия богатые будут богаче во всем мире, деньги будут продолжать собираться в интернете. Это делается во всем мире, не только в России, как вы знаете, это делается и в Америке, и в Великобритании, в том, что так устроена жизнь. Безусловно, мы за эти 10 лет стали жить лучше. Безусловно, когда пришел кризис, мы, секундочку, можно я все-таки закончу? Безусловно, когда пришел кризис, мы стали жить хуже. Весь мир стал жить хуже. На всякий случай. Весь мир в последние 3 года растет. Растет США. Растет 1%. Самый богатый. Александр Петрович. А средний класс во всем мире несет на себе тяготы кризиса. Что вы не врете? Вступайте. Значит, здесь вот такая вот мысль как-то прозвучала, что чего-то ждали, ждали от послания, и не дождались, и не было никаких сенсаций. Я абсолютно с уважаемыми мной политиками не согласен, потому что сенсация была. Она состоит в том, что этому посланию в зале аплодировали всего 12 раз. А до этого были случаи, когда и 46, и 47 раз, и так далее, и так далее. Это вопросы к залу, вы хотите сказать? Я думаю, что это недоработка специальных соответствующих органов. Здесь все раз будут аплодировать более лучше. У нас здесь больше аплодисментов прозвучало, Сергей, на вашей Ну, слушайте, здесь-то работа проводится. Почему это произошло? Вы знаете, у меня такое ощущение, что тем людям, которые сидели в зале, было стыдно. Когда президент говорил о справедливости. Понятно. Вот если бы взяли послание Путина, да, вот вчерашнее, и горячим утюгом бы его прогладили, мы бы между строк очень многое прочитали бы. Во-первых, мы бы увидели бы фамилии вот этих вот бесстыжих чиновников и министров, о которых наверняка там Сергею вспоминали, которые в то время, когда рядовые почтальоны получают по 7, по 5 тысяч рублей, они никак не поймут, почему, значит, у него, его стыдят за то, что он 100 миллионов. Это вы о главе Почты России, да? Вы договариваете? Может быть, да. Ну, Путин сказал, что это должен определить суд. Вот. Мы бы, наверное... Раньше 5-7 тысяч получают Почты России. Раньше они вообще не получали месяцами заработную плату. Сейчас зарплата выросла в разы. Я просто из-за этого менеджера вступаю. Подождите, а вы считаете... Подождите секундочку. Одну секунду. Это очень классный момент. А вот разъясните. Вы считаете, что справедливая премия у него? Я считаю, что человека наняли в качестве менеджера. Так. Человек получил... Это абсолютно убыточная компания, в которой работает не одна сотня тысяч человек. Так. Мы вообще забыли, что такое почта, если вы помните. Что бы мы еще... Сейчас, а можно я даже мне вопрос задать? Подождите, у меня сейчас важный вопрос будет. Я считаю, что его наняли на определенных условиях. Ему сказали, ты получишь очень небольшую часть прибыли, если ты сделаешь компанию прибыльной. Стоп. И он сделал... Борис Юрьевич, вот здесь стоп. Он сделал компанию прибыльной, здесь стоп. Он вывел компанию... Он получил 8 миллиардов дотаций. Вот. Вот. А сколько раньше было дотаций? Он с дотацией получает прибыль. Он получает прибыль. От того минуса до того... Борис Юрьевич, ну вы же бизнесмен. Я бизнесмен. Я считаю, что если... Можно я скажу, что еще написано? Он не заработал эти деньги на рынке, Константин Николаевич. Я заработал. А рядовой сотрудник должен 400 лет работать, чтобы получить такие деньги. И вы считаете, это нормально? Я считаю, что у нас никогда бы не было почки России, если бы мы с ним не заключили контракт. А если мы заключили контракт, мы его должны выполнить. Бедный странелый. Это вызов и стыд получать такие деньги. Между строк фамилия Улюкаева есть. Почему? Потому что некоторые товарищи у чиновники, значит, ну не то, что восторгались, они удивлялись, но 2 миллиона долларов взятки, это его уровень. За что, за что... Александр Петрович, резюмируя, резюмируя ваше выступление. Я думаю, что это самое сильное выступление президента. Вот. Да, и еще один момент. Почему не аплодировали? Потому что президент сказал, хватит гнобить бизнес, правоохранительные органы. Вот. И, значит, что будут в зале этому аплодировать, что ли? Резюмируя, я скажу, что это было самое сильное выступление, самое неподготовленное, в смысле, вот. Оно было очень близко к жизни, самое сильное выступление президента, которое нужно проглаживать утюгом и читать между строками. Спасибо. Я просто резюмирую, я сейчас, я вам сейчас дам слово, резюмируя ваше выступление и вот тезисы господина Това, я хотел бы все-таки вернуться к тезису Путина о справедливости. Вот эта история с Почтой России, она про справедливость, что, ребят, вы получаете доходы с денег государства, с них себе выписываете бонусы и говорите, что вы в рынке. Но это так, говорите, но это так. Почта России была дотационно на огромную сумму. Он сумел сократить дотации. Но это все равно дотация. Слушайте, он пришел на работу, вы читаете, вот справедливо заключить контракт, с ним государство заключило контракт. Справедливо он открыто, никого ничего не скрывали. Я считаю, что это сумасшедший банк. Поставили, поставили. Я считаю, что это очень большие деньги. Условия были зафиксированы. Но они были зафиксированы неправильно, на мой взгляд. Я сказал, это значит, государство виноват, а не он. Николай Владимирович, прошу вас. В случае о системе нужно исправлять именно систему, которая позволяет заключать такие контракты, когда в государственных компаниях у нас расходы все за счет государства, а доходы частные. Слушайте, а вы согласны, что мы сближаемся с Западом? Не было сказано. Я думаю, что всегда существуют предпосылки для сближения с Западом. У нас есть объективный интерес, например, борьбы с терроризмом. Вопрос заключается в искренности и в прочности такого движения. Политики, искренности и прочности – это такие вопросы. Бесказуемость – это ключевой вопрос и для внешней политики, и для внутренней. Пускай пунктирно, но крайне важно то, что обозначил президент, это прежде всего с экономической точки зрения неприятие закрытых сделок, когда есть соглашение по трассатлантическому и Тихоокеанскому партнерству, когда вопреки мнению суверенных правительств, некоторые трансациональные корпорации пытаются рулить мировыми процессами. Это было обозначено четко, и плюс ко всему было ясно сказано, что и сам Запад начинает меняться. Прошу вас. Ростислав Антонов, журналист, правозащитник, город Новосибирск. У меня вопрос к Сергею Ширгунову. Как к человеку, кто неоднократно бывал на Донбассе, я тоже, в общем, объехал весь Донбасс. И, конечно, я, наверное, продолжу слова уважаемого редактора московского комсомольца, что СНГ – это наша, скажем так, боль, наши, те страны, которые это… В частности, наша боль – это Донбасс. И вот в послании президента эта тема не прозвучала. Означает ли это, что Донбасс выпал из фокуса внешней политики России? И означает ли это изменение для СНГ? Да. Дорогой коллега-правозащитник, называю вас своим коллегой, потому что дело каждого патриота нашего Отечества заниматься правозащитой. Нет не означает. И когда президент говорит о солидарности между людьми, солидарности, которая проявляется в том числе и в социальных сетях, когда происходит сбор средств для помощи страдающим людям, это в первую очередь относится и к поддержке наших соотечественников. И вы видите, как снова и снова не только государство российское, но и весь наш народ оказывает помощь и поддержку нашим родным людям в Донбассе. И я лично еду туда постоянно и сейчас проведу в январе большой литературный фестиваль. И Донбасс должен знать и чувствовать масштабную поддержку страны-государства. И в Государственной Думе создадим скоро межфракционную группу друзей Донбасса. А дайте, пожалуйста, вот назад не возвращайтесь. Спасибо. Добрый вечер. Что вам запомнило? Добрый вечер. Комиссар Владимир Николаевич, полковник запаса. И после этого 16 лет рабового гражданской авиации инженерной. Я должен сказать, что, как мне показалось, главным посланием президента было это отношение к человеку в данный момент в нашей стране. И это вдохновляет на то, что мы все-таки будем идти неуклонно вверх. И пройдя вот этот путь от распада Советского Союза, я в это время служил, видел все это на своем горбу, как бы, видя сейчас положение военных, я должен сказать, что, как бы тяжело ни было, мы идем все-таки вперед, а не назад катимся. Спасибо. У меня вопрос к гостям. Константин Николаевич, вот начали с этого в первом блоке, вы с вашим опытом прошлой работы в администрации президента, что происходит сейчас? Вот, значит, было обращение к федеральному собранию, по итогам этого что происходит? Ну, как я и говорил, по итогам будет подготовлен список поручений. Уже, соответственно, как мы знаем, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в правительстве созданы аналогичные группы, и каждый из ветвей власти будет работать над реализацией послания президента. Это нормальная практика. Сергей Зависов, Совет Федерации что будет делать сейчас? Совет Федерации уже делает. Мы проводим достаточно комплексный анализ социально-экономического положения страны. И результатом этих наших исследований будет являться реализация определенной модели, новой модели, которая может обеспечить нам реальный экономический рост. Сергей Александрович, а в Госдуме что будет происходить? Впереди рассмотрение бюджета во втором чтении. Надеюсь, бюджет будет более социальным и человечным. Изменится распределение финансирования на то, что крайне важно. Здравоохранение, образование, то, что касается каждого живущего в нашей стране. Но самое главное – это обратная связь. Обратная связь всех без исключения, кто взял на себя определенную ответственность. Постоянно держать связь с людьми и рассказывать, что ты можешь сделать для них. Обращайтесь ко мне, как депутатом Государственной Думы. И я лично отправляю запросы в вашу поддержку и рассказываю, как мне ответили в любой степени заоблачности в кабинете. Людмила Гнезеевна, партия «Яблоко» будет по любой инициативе президента выступать против или вы все-таки как-то в какой-то конструктивной для вас инициативе будете поддерживать? Поскольку в послании, к сожалению, не прозвучало никаких внятных рецептов по росту доходов граждан, правительство официально заявляет, что к 2019 году средняя пенсия в России окажется ниже даже того прожиточного минимума, который у нас установлен, в этой ситуации возникает необходимость в альтернативе, в альтернативных предложениях, альтернативной программе для президентских выборов. И, конечно, альтернативой будет господин Явлинский, например, да? Потому что сегодня в России нельзя просто обещать. Обещания уже многократно даны, все сроки их исполнения вышли. Российская власть обязана добиться перемен в ближайшее время, сказал Владимир Путин 16 лет назад. И добились перемен. Мы видим эти перемены последние три года. Нет ясных приоритетов бюджета, продолжается оптимизация, страна продолжает пустеть, потому что в глубинке закрываются фельдшерские кулы, закрываются больницы, сокращается число школ, даже в год культуры сокращались библиотеки и дома культуры. Огромное количество проблем с оплатой ставок в сфере образования, в сфере дополнительного образования. Это реальные проблемы, которые необходимы. Выразнивание доходов, что же вы говорите, неправда. Это очень плохо для политики врать. Поверьте, надо говорить правду, даже если вам она не нравится. Правда заключается в том, что сегодня экономика падает, а правительство и президент боятся сказать, как мы будем менять сырьевые характеристики. Вам сказали это вчера. Если вы не услышали, это уже ваше проблему. Вам не понравилось, что вам сказали, не по росту доходов. Коллеги, дайте высказаться все-таки своим сахаром. Я не думаю, что послание это конкретные цифры на ближайший месяц, недели, две или три. Главное, это постановка задач и того направления, куда должна двигаться та или иная, ну так скажем, отрасль, или экономика, или это культура, или это связанное с общественной жизнью, с гражданским обществом, волонтерское движение. То есть, вот эти цифры, я считаю, что сейчас задача для средств массовой информации, например, я вижу ее, это подробнейший анализ, комментарии, причем с самыми разными специалистами, которые должны проанализировать, что и как будет и что как делается. Потому что контроль в течение года, это будет осуществлять и депутаты, и все остальные уровни. Но средства массовой информации здесь должны быть на передовой. Мы должны постоянно, постоянно напоминать и чиновникам, и власти, что ребята, вы поставили эти задачи, перед вами президент поставил, а теперь давайте смотреть, что вы давайте отчитываться они. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...